В исполнительный комитет Белгороднестровского городского совета обратились сразу два частных предпринимателя с просьбой о согласовании размещения у территории крепости аттракционного комплекса. Ответственным предложили определить коммунальное предприятие Акерман Туринвест. После заседания исполкома Наталья Коваль согласилась рассказать об этом более подробнее. Нам заявление подали предприниматели из Кременчуга, это Лазовенко из Когарев, которые будут размещать там аттракционы для жителей города. Это будут надувные горки, будут развлекательные детские площадки с батутами, ну а также может будет что-то еще. У нас еще будет несколько заявок, то есть на День города мы планируем, что возле крепости это был развлекательный комплекс для наших маленьких жителей города. Также Наталья Коваль рассказала, что оплата за размещение различных аттракционов будет поступать на счета коммунального предприятия Акерман Туринвест, а затем их планируют потратить на развитие туристической сферы в Белгороднестровском. Также уже заключили договор с городским центром благоустройства на уборку территории. В зависимости от взаимаемой площади, они будут заезжать, будет площадь обмиряться, сколько они будут занимать площадь возле территории, ну если какую территорию будут занимать, такая сумма будет согласно положению утвержденного сессии городского совета о размещении временных сооружений на территории города. Также на заседании исполкома присутствующие рассматривали проект решения об условиях оплаты труда руководителям предприятий, основанных на коммунальной собственности. Речь шла о том, что им и их заместителям повысят зарплату. Наталья Коваль рассказала, с чем это связано. Последний раз мы пересматриваем заработную плату в феврале 2015 года. На тот момент минимальная заработная плата составляла 1218 гривен, с 1 мая, как вы уже знаете, минимальная заработная плата составляет 1450 гривен. С учетом этих изменений мы привели оплаты руководителей коммунальных предприятий, соответствующих законам. Так как у нас ГАУЗЭВа есть угода, по которой запредполагается установка им оплатов. Мы пересчитали, пересмотрели с учетом минимальной заработной платы. Как рассказала Наталья Коваль, размеры зарплат увеличились, но не намного. Также появилось положение о примировании за личные или коллективные успехи в труде. Но, как мы увидели, не только руководителям могут поднять зарплату. То есть, уборщиц, хозяйственных работников, им поднимается заработная плата. Хорошо. Голосуем. Кто за?